всем привет давно не виделись что могу сказать летит что творится посмотрите что творится в принципе что уже говорить и так все понятно сегодня 10 марта за две недели жизнь разделилась на до и после и так как прежде уже никогда не будет есть два варианта все будет либо хуже либо лучше это только вопрос времени но я думаю что все будет в лучшую сторону потому как по-другому быть не может добро всегда побеждает а зло отсасывает хуй поэтому что достаем писюны усаживаемся поудобнее и ждем этот влог ожидал публикации почти целый месяц я целый месяц не мог его выложить потому как жизнь была абсолютно нестабильной вот только сейчас в данный момент я нахожусь там где где можно по помыться лечь спать без одежды но в смысле не в курточке не в штанах не не в обуви как это было неделю назад короче я не буду скрывать все карты показывать что со мной было на протяжении этих двух недель об этом вы узнаете немного позже а сейчас я бы хотел показать вам какой была наша жизнь месяц назад и переместиться в 14 февраля 2022 года проснулся я с утра пораньше тихонечко оделся собрался пока девушка спала я убежал из дому в праздники обычно таки делаю пропадаю целый день возвращаясь под вечер выслушиваю какой же гандон что я на целый день ушел она без телефона без еды потому как я разбил ее телефон и у нее даже связи нет ничего абсолютно нет она просто сидит дома и типа сейчас без телефона даже никуда не выйдешь но типа не расплатиться ничего абсолютно всем привет с вами андрей мартылинка не обращайте внимание на мой внешний вид это я с другом пиво вышел попить случилось непредвиденно интересные истории я даже ничего не снимал там ничего особенного сегодня 14 февраля позавчера я разбил будущее девушки телефон и сегодня хочу купить и новый а еще вы смотрите этот влог свежим потому что еще кстати мне уже 27 5 дней назад был мой день рождения я вступил в него как-то так легко я абсолютно не задумываюсь о своем возрасте впервые в жизни потому что начиная с 18 лет мне было почему-то стрёмно что типа блин куда летит время взрослая жизнь ответственность все такое хотя какая тут ответственность и все такое впервые в жизни я наконец-то сам перешагнул наконец-то сегодня закончился наш карантин и мы можем выходить из дому и так уж совпало что сегодня мой 27 день рождения поэтому я хочу провести всего лишь на один час маленький небольшой короткий стрим после чего мы пойдем с девушкой праздновать я уже вот я в этот раз придумал да да осторожно только заше нажимаем 리 м Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Понравился, понравился Это был самый любимый торт, видишь? Я даже запомнил, как он выглядел А с чем он был? Ну вспоминай Мне нравится очень черный торт, мне нравится вот эта вот штучка Вот эта вот штучка Внутри был... Но я сейчас ошибусь, по-моему, Сникерс Да Все равно обидишься Этот торт ты запомнил больше, чем все остальные Так всего лишь-то было не так много Так у меня каждых полугода день рождения Это уже, наверное, шестой за твой срок За мой срок? Ты уже начал отмечать? Я не пил Почему? Я же тебе все наготовила, чтобы ты провел Провел 26 и встретил Я решил трезво войти в этот возраст Ну вот, что-то меняется Я решил войти трезво Выйти трезво, но войду я Точно повзрослела, смотри Ну что, приходите по мокрому Все, давай брось в обру Вот как должен проходить день рождения Как минимум вот так Смотрите, сиськи есть Ребра есть Пиво есть Это, блядь, пиздец, как вкусно И такое себе я могу позволить Лишь в какой-то праздник Либо в день рождения Потому что слишком грешно И слишком вкусно И впервые в жизни я, наконец-то, сам Перешагнул в 27 И меня никто не пытался толкать Туда как-то запихнуть Ты просто сам туда перешагнул И наслаждаешься жизнью Я просто долгое время Это практически всегда Я просто это скрывал Что мне напрягает почему-то время Которое идет беспощадно Летит, пердит, кричит И ты ничего не можешь сделать Но сейчас Я понимаю, что, блядь Зачем упираться Зачем опираться времени Если ты, блядь, действительно можешь Что-то сделать Но только не это Так что можно расслабиться По поводу времени И можно не расслабляться По поводу дел А просто заниматься своими делами Не париться, что Сколько тебе лет Чем ты занимаешься? Просто делай то, что тебе нравится И, кстати, всех с прошедшим днем влюбленных Я сегодня вообще уже успел И аккумулятор поменять к машине Так как машина стояла целый месяц Потух аккумулятор Пришлось его поменять Подертая Не, это реально на самом деле В Киеве было Чтобы вы не думали, что Что это что-то другое Пришли Забрал Новый айфон Они настолько тонкие Что Скоро пачка денег за них Будет толще Чем сам айфон Я заметил, что в моей жизни Происходит столько траблов Что Можно с легкостью поверить Что Моя жизнь Да и в общем Что жизнь Это матрица Потому что В реальной жизни Такого быть Ну просто не может Столько всяких совпадений Мы заболели короной Мы вернулись домой И в свой день рождения Я просидел С короной Сука На самоизоляции Целых 10 дней Но Есть тоже Свои обстоятельства Это были именно Те обстоятельства Которые Поспособствовали тому Чтобы я Сидя на карантине Решил проводить стримы Именно потому Что я понимаю Что я буду сидеть дома Блять Целых 10 дней И Почему бы не попробовать А теперь пора Петбухнуть Я не знаю Как она мне вольется Поехали Отчего помогает Эта методика С картошкой Вот мы это хотели Как раз и проверить Отчего помогает Эта методика С картошкой Так Это я спрятал И это правильный ответ Я вас поздравляю Шестая За что шестая За любимую девушку В смысле Созле другая история Только здесь И только сейчас Мы наливаем Седьмую рюмку А седьмая рюмка Зайк Пидорасик Тем временем Компот Напишите пожалуйста Ваше здоровье Девятая Последняя Задоначенная Дебилы Пупс Я тебя люблю Я тебя люблю Солнце Значит блять так Куй Собака Черемок Наступил блять Ветерок Шашлык балык Фу блять Я выпил Наконец-то Все что было Они Раз Два Три Были у бабусы Два веселые гусы Ебан Фу Зай А Что? Закончи эту хуйню Пожалуйста Так еще полчаса Я не могу Ну выключай И сука Так всегда Когда происходят Какие-то траблы Они тебя сбивают С того сценария Который ты себе Надумал Придумал И Выводят тебя На какую-то Абсолютно Другую Дорогу И ты Идя по этой Другой дороге Становишься Абсолютно Другим человеком Не в положенном месте Повернул Потому что Хотел Побыстрее Домой Добраться Кать Спасибо большое Я специально искал Магазин Xiaomi Чтобы взять у них Купить пакет За 3.50 Я разбил девушке Телефон И хочу купить ей новый И хочу чтобы она подумала Что Я разбил айфон И купил Xiaomi Я запакую айфон В подарочную бумагу И положу его Вот сюда Просто она говорила Что ей как-то снился сон Как я ей подарил Хуйной телефон Взамен Типа что Я его разбил Что-то подобное Снилось Я говорю Да не переживай Я тебе куплю новые Купил Короче так и получилось Что я обнаружил У себя в сумке Ключи от квартиры И в машине Ключи от квартиры То есть я вышел С квартиры С ключами Положил их А сейчас собирался Идти домой Достаю из сумки Еще одни ключи Получается что У будущей девушки Не было ключей То есть она не могла Выйти на улицу То есть она целый день В день святого Валентина Просидела дома Без интернета Без телефона Без еды Без меня Я ушел с самого утра И ничего даже не сказал Сейчас уже Блядь вечер Из еды дома Только есть какие-то каши Ничего вкусного И нельзя Поэтому женщина Максимально Наверное Озлоблена Света белого Не видела Я ушел Ничего не сказал Сволочь такая Я только что Упаковал Подарок Прошлый Айфон Я прожил Ровно два года Я подарил его Тоже в день Святого Валентина Но он не дожил К сожалению До своего двухлетия Там Пару дней Теперь не было Везде Знаешь, чем я занималась Последние три часа Лежала на кровати И выключала будильник Каждые 15 минут Ты даже в глазу не берешь Класс Я думал Что будет Красиво Ой, такие красивые Ой, класс Кассета Мартинелли Зай Так а что А что Ты что Серьезно Я специально Заходил За этим пакетом В магазин Чтобы ты подумала Что я тебе купил Ксиоми Как в твоем сне Ой, тебе спасибо Три дня Хотела с таким телефоном Ты рассказывал Что с ним случилось Ты сказала Что не работает камера И разбила его специально Сказала Забери его сам Мой папа В комментариях напишет Что она так делала Всю жизнь Потому что Мой папа думает Что я специально Разбивала телефоны Чтобы у меня новый появился Так вот Папа Она продолжает это делать Вот Чего заняла С три часа То есть Он работает На самом деле И будильник играет Еще с трех часов дня Каждых 15 минут И нужно Каждых 15 минут Делать вот так Все Ждем дальше Через 15 минут А не выключаем телефон Потому что Хотим перенести С него данные И лучше его не выключать Я сказала Что он разбился Он говорит Ну ты довела Андрея Наверное он его кинул Стенку Или он упал на пол Да нет Стой Родители первым делом Они подумали Что мне надоел телефон Я его разбила Специально Чтобы ты мне взял новый Но мне нравился Мой телефон Данные успешно перенесены Все нормально Чтобы вы понимали Есть некоторые моменты Неделю назад Я выводил деньги На киви Ну то есть Рубли От того что Курс Настолько вырос Вывожу 20 тысяч рублей На киви У меня получилось 3000 гривен И то Я прыгнул в последний вагон Так сказать Потому как сайт На котором Меняю деньги То есть Вывожу с киви На гривневый Свой счет Они сказали Что ну типа Мы не имеем права Даже рубли Выводить на гривны То есть Типа уже все То есть в тот момент Как раз уже Появились санкции И даже деньги Нельзя переводить С русских На украинский Уже типа как бы Поэтому Поэтому вы меня Правильно поняли Какие планы на жизнь Сам влог Который вы просмотрели Был снят Месяц назад И за этот месяц Все круто Поменялось Поэтому как Все на самом деле Вроде бы Прям наладилось Стало четко Гладко И даже Но за последние Две недели Все жестко Поменялось Очень жестко Поменялось Поэтому я думаю Что людям Стоит включаться Слушиваться Прислушиваться Тем кто находится В России И Беларуси Как-то Кооперироваться Врубать мозги И Как-то действовать Против того Что ущемляет Вашу свободу И вашу волю Нашим Прислушиваться К своему сердцу Укрепляться Друг друга поддерживать И не сдаваться На данный момент Думаю о том Чтобы открыть Сбор средств На помощь Как минимум Хотя бы на еду Тем кто Не способен Прокормиться То есть Я видел Кучу видео С дедушками Бабушками Которые просто Остались на улице То есть мало того Что и так полно Стариков Полно людей Которые вообще И без войны Живут просто на улице Которым нечего кушать Сейчас же Когда Война Когда бомбят Когда у людей Нет собственного дома Их стало еще больше Поэтому я думаю Что как минимум Нужно делать сборы Хотя бы на то Чтобы прокормить Этих людей Поэтому я создал Отдельный счет На который Любой Абсолютно любой человек Может скинуть Там гривну Две Три Не знаю Доллар Евро Юань У кого что Поэтому я хотел бы призвать Тех граждан У которых Есть работа Которые живут Вне Украины У которых есть возможность Скинуть Там я не знаю Доллар Два Пятьдесят центов Да у кого что есть На помощь Тем людям Которые в этом нуждаются Номер карты Я оставляю здесь Также в описании И все Что будет собрано Я в дальнейшем Вам покажу Куда я что отправляю По возможности дальше Куда эти деньги Будут перенаправлены Я буду просить Чтобы они отправляли Видео Как они закупают Эту еду Как они Разносят их Дедушкам Бабушкам Для какой-то отчетности Чтобы мы все понимали На что идут эти деньги Я понимаю Что многие из вас Будут писать Вот ты Андрей Покупаешь айфон И все такое Неужели ты не можешь Сам помочь Я то могу Хочу и буду Но так же Я могу призвать вас Потому как За все время Еще ни разу не было Настолько ебанутой ситуации Как сейчас Когда я действительно Могу быть полезным И обратиться к вам Чтобы мы все Объединились И сделали что-то хорошее Несмотря на то Что я полный идиот И все кто меня смотрят Скорее всего Такие же Но собрав всех этих Ебанутых идиотов В кучу Получается такая Блядь гремучая смесь Что ну его нахуй Вот к чему я клоню Поэтому говорю сразу Спасибо всем Кто примет в этом участие Ибо сейчас это важно Как никогда Реквизиты я оставляю В описании И уже в следующем видео Я покажу Куда пойдут эти деньги И еще одно Хочу обратиться К русским Белорусам И украинцам Ребят Все будет хорошо Нужно просто Немножечко подождать Ну и конечно же Порешать все те проблемы Которые у нас есть У каждого свои У России Своя проблема И у Белоруссии Своя проблема А у нас Украинцев Та проблема Которая у русских И у белорусов Вот Но я думаю Что со временем Вы сами у себя там Разберетесь Русские у себя Белорусы у себя Ну и от этого И нам жить станет проще Потому как я считаю Украина Свободный народ И Нашим Братьям Соседям Этого тоже не помешало бы Но для этого Как говорится Без труда Не вытащишь и Рыбку из бункера Поэтому Думайте Как решить этот вопрос Вот такой вот Блять прогноз Я думаю Что все будет хорошо Желаю всем мира И добра И обязательно Все кто смотрит Этот влог И кто будет Отправлять деньги Напишите об этом В комментариях Где вы находитесь Сейчас Вот я В Украине А вы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому